Бизнесмены добро пожаловать или телохранителям вход воспрещен. Ни для кого не секрет, что на нынешний саммит БРИКС попасть удалось далеко не всем. Но обижаться не стоит, места внутри и так уже не было. На свою юбилейную пятую по счету встречу лидеры блока наконец решились официально пригласить предпринимателей. Раньше посиделки политиков и деловой элиты всегда проходили параллельно. В этот раз все они впервые оказались задним столом. Логика участников организации проста. О деньгах нужно не только говорить, но и зарабатывать их. Поэтому в Дурбаны были приглашены главы 900 предприятий, 120 из которых представляли Россию. Для того, чтобы такие встречи стали постоянными, при БРИКС было решено учредить так называемый деловой совет, который возглавит южноафриканский миллиардер Патрис Мацепе. Новый орган будет координировать бизнес-проекты между пятью странами. Его создание уже назвали одним из главных успехов нынешнего саммита. Появление делового совета БРИКС свидетельство больших перемен в мировой экономике. Взять хотя бы тот факт, что в прошлом году развивающиеся страны впервые привлекли больше прямых иностранных инвестиций, чем развитые. Наши пять стран получили не менее 263 миллиардов долларов. Обсуждали на саммите и взаимные инвестиции между странами БРИКС. За увеличение их объема, с опорой на бизнес, особенно яростно высказывалась Россия. Ее активно поддерживала ЮАР. Самый молодой и самый бедный участник организации хочет и дальше рассчитывать на помощь партнеров. Ведь мало получать российские вертолеты. Их еще и обслуживать надо, чтобы не падали. Для этого две страны заключили во время саммита соглашение о строительстве в Йоханнесбурге сервисного центра, где будут ремонтировать наши Ми-8 и К-32. Это только один из контрактов. Россия и ЮАР уже сотрудничают в области металлургии, добычи сырья, в планах проекта в сфере энергетики. Российские компании привлекли более 1 миллиарда долларов в взаимовыгодные проекты на территории. Проинвестировали эти средства в экономику Южного центра. А чтобы помогать друг другу расти еще быстрее, страны БРИКС еще до начала саммита задумали создать банк развития по образцу хорошо известного всем финансового учреждения. Но только свой, независимый. С капиталом то ли в 10, то ли в 50 миллиардов долларов. О деталях так и не смогли условиться. Идею поддержали все участники организации. Но вот вопрос, кто и в каких объемах будет финансировать этот банк, до сих пор остается открытым. Зато нашлись деньги для создания фонда кризисной взаимопомощи. Сразу 100 миллиардов долларов. Правда, президента сразу договорили, что пользоваться ими будут исключительно в чрезвычайных ситуациях. А чтобы оперативно контролировать движение средств, лидеры БРИКС вскоре начнут общаться по выделенной линии связи. Пять стран соединят друг с другом 28 тысяч километров оптического кабеля, проложенного по дну океана. Разумеется, в обход Европы и США, чтобы лишнего не подслушали. Дмитрий Марокко, РБК